Закон повелевает то, что следует делать и запрещает противное этому. Марк Тулий Цицерон. Значительная часть обращений в нашу редакцию связана с реализацией конституционного права на жилье. Последнее, которое стало основанием нынешнего выпуска, отличается от себе подобных, пожалуй, только презрением к законам и, в общем-то, к нормам человеческого общежития. Едем на место событий. В начале XIX века центральный городской холм называли дни и ночи как хребет беззакония. Конец трущобам положил адмирал Лазарев, по указанию которого возвышенность расчистили от беспорядочных настроек, и по проекту военного инженера Уиптона заложили новые улицы, рисунок которых легко угадывается и сегодня. Таким образом, в конце XIX века в центре города оставалась только одна площадка хаотической застройки, которую в просторечии называли цыганской слободой. Лачуги и хижины здесь ставили по принципу «кто во что гораст». Минули десятилетия, а ничего в этом царстве частного сектора не изменилось. Целые одноэтажные массивы здесь по-прежнему не канализованы. Впрочем, и историческая плотность застройки такова, что не позволяет вести какие-никакие коммуникации вообще. Этот район отличался еще и тем, что здесь испокон века презирали всякие градостроительные нормы, а также интересы рядом живущих соседей. Но и эта практика должна рано или поздно закончиться. В украинскую бытность города этот район вообще выпал из поля зрения властей и правоохранительных органов. Властный вакуум тут же был заполнен людьми инициативными и не шибко законопослушными, одним словом маргиналами. Именно они широко распространили здесь и практику самодеятельного строительства. В 2006 году появился такой зодчий и на улице Гусева. На месте невзрачного двухэтажного домика, буквально на клочке земли, некто Олег Черненко, владелец частного предприятия «Будспецстрой», вознамерился построить многоэтажный дом. Этакий московский проект реконструкции дома путем его сноса. Протесты соседних землепользователей в расчет, естественно, не принимались. При мне началось строительство. Вся улица возмущалась, не хотели этого строительства, потому что оно шло незаконно, велось незаконно. Кем попало, как попало, строилось без проектной документации. Но он все-таки построил, Черненко, застройщик, и продал все квартиры. Хотел сначала двухэтажный построить для себя, но построил шестиэтажный и продал все квартиры. Мы жильцов этих и близко не знали, но когда они хотели покупать эти дома, мы их всех предупреждали, что дом не узаконен, вы не покупайте, потому что потеряете деньги. Увы, реклама в прессе и горячие заверения застройщика подействовали на дольщиков больше, чем предостережение соседей. Среди 15 семей, построивших себе жилье на Гульсево-12, история Владимира Груцина ничем от прочих не отличалась. Мы полностью оплатили застройщику Черненко, полностью оплатили стоимость квартиры. При этом нам было обещано, что будет сделано электричество, газ, канализация доработана. Но он все свои обещания не выполнил. Многоквартирный дом на улице Гульсева действительно уникальный, потому что сооружал его Олег Черненко исключительно на обмане. В один прекрасный день добропорядочные дольщики это поняли и начали достраивать его самостоятельно. Мы добросовестно выплачивали все коммунальные платежи за электричество, за воду оплачивали. Также, согласно нашим вложенным средствам, средства были немалые. Мы увеличили мощность на дом, поставили новые столбы, Севастополь Энерго. Проект заключили, и на основании этого мы проложили новую линию именно для нас. И помимо этого, также на этой линии сидят жильцы улицы, потому что довольно-таки часто пропадало электричество в связи с нагрузкой. Вообще тут линии были слабые, и поэтому именно за наш счет была проложена линия по электричеству. По водоканалу также заменили часть трубы, счетчик переставили. То есть проблем у нас с оплатой нет. Пострадали при застройке улицы буквально все – и дольщики, и соседи злосчастного дома. Так вот произошло, что застройщик нас обманул, и нам приходится своими силами выкарабкиваться из этого всего неприятных этих всех событий. Уже было сказано передо мной, что мы собрали деньги на электричество, полмиллиона собрали, сделали себе электричество. Сейчас мы собираемся делать канализацию. Но добрые наши соседи, которые живут с одной и с другой стороны, забетонировали нам канализацию, которой мы сейчас пользоваться не можем. Да, она текла, мы сразу отключились. Можно вполне понять и позицию соседних домовладельцев. 15 мая меня лично, вот мой дом, затопило ихной канализацией. У них нет никакой канализации. Канализация у них вышла из-под фундамента ихного. Залило меня полностью, и через мой двор потекло по трем улицам нашим – Киянченко, Фурманово и Подводников. Ну вот все мы собрались, соседи, три месяца текло. Нам никто внимания не уделил, ни Роспотребнадзор, никто. Водоканал только отключил воду. Действительно, многоквартирный дом не может существовать без канализации. Это прекрасно понимают и горемычные, и его жильцы. Конечно, проблема у нас с канализацией. С канализацией проблема осталась. Но я думаю, что городу иметь такой вот… Это проблема не этого дома. Это проблема всего района. Весь район гадит под себя. Пройти по улицам летний день невозможно. Вонь страшная стоит. Я думаю, что, да, застройщик проложил часть канализационных труб метров 500. Там делать очень немного осталось. Но при этом эту канализацию же можно использовать и для других домов по этому магистрали. Я думаю, что если бы город нам помог именно вот в таких вот вещах, которые нужны самому городу, самому городу, вот эта вот канализация в этом районе – это страшное дело. Вот. И очень бы, конечно, хотелось, чтобы этот дом существовал. Жители близ лежащих улиц на перспективу канализования района вообще не рассчитывают. Защищены все должны одинаковые. Когда они знали, что было решение суда в 2010 году, если бы они хотели, пожалуйста, пусть бы они провели канализацию, они бы убрали свой забор, который построили. А сейчас о самом юридически значимом. Дело в том, что дом номер 12 действительно уникальный, ибо он уже дважды признавался объектом самовольного строительства подлежащим сносу. Сначала это произошло в украинскую бытность в 2010 году, а 20 февраля уже текущего года аналогичное решение принял и Ленинский районный суд. И он стал просто убийственным для жильцов дома. Три. Три семьи с детьми. У всех по двое детей. То есть шесть детей останется на улице. В случае с носом просто все останутся, все бомжи останутся. Нам просто не за что будет купить это жилье. Сейчас не то время, чтобы покупать жилье, менять его постоянно. Ситуация действительно патовая, ибо решение Ленинского суда законно. Оно основано полностью на нормах права. Рассчитывать на иной исход дела в апелляционной инстанции тоже вряд ли приходится. Надежда мизерная. Хотя чисто по-человечески, жалко не столько слишком доверщих участников долевого строительства на улице Гусева, сколько и их малолетних деток. Так уж сложилось, что интересы малолетних севастопольцев в таких судебных спорах мало кого волнуют. В 2011 году одна коммунальная эксплуатационная часть Министерства обороны Украины передала в собственность Севастополя военный городок на крепостном шоссе вместе с его обитателями. Городская администрация попыталась через суд выставить на улицу проживающих там людей. Так сложилось, что прокуратура ВМС Украины отказалась защищать семьи военнослужащих, и автор программы выступил тогда и в СМИ, и в судебных инстанциях в защиту семьи майора Сорокина. Увы, апеллирование к нормам международного права не принесло результатов. Учитывая наличие малолетнего ребенка, мы пытались доказать невозможность выселения, поскольку это противоречило статье 27 Конвенции о правах ребенка и статье 24 Харти основных прав. Увы, тогда не Гагаринский суд, не суд апелляционной инстанции приоритетными, эти нормы не посчитал. Семью господина Сорокина вместе с ребенком выселили просто на улицу. Помогут ли обращения жильцов дома Новгусева 12 к властям города? Сказать архитрудно. Уважаемый Дмитрий Владимирович, я хочу обратиться к вам, так как вы самый главный человек в этом городе. Хочу обратиться от наших жителей дома. Пожалуйста, помогите нам решить эту проблему. Мы очень и очень просим вас. Мы не хотим, чтобы наши дети мучились, страдали. Ну и мы хотим еще пожить. Мы хотим жить в этом доме, хотим остаться. Помогите нам, пожалуйста, в этой проблеме. Проблема почти неразрешимая, хотя как на нее посмотреть? Строение возведено на земельном участке, имеющем иное целевое назначение. Захватывает земельный участок, принадлежащий государственной собственности города Севастополя. Возведено без какой-либо разрешительной документации. Налицо нарушение застройщика, повлекшее нарушение прав граждан. Однако для граждан не все потеряно. Для них существует возможность как обжаловать заочное решение в апелляционном порядке, так и обратиться в соответствующие органы с заявлением об изменении целевого назначения участка и об уточнении границ земельного участка в части самовольно занятой земли. Указанные права в части уточнения границ земельного участка и в части изменения целевого назначения имеет собственник. Поэтому решать вопросы необходимо собственникам. Жить на Цыганской слабоди не только некомфортно, но и порой и небезопасно. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо спуститься с гребня в сторону городского холма на улицу Нефедова. Подпорная стена на улице Нефедова стабильно разрушается уже лет 20. Из них 10 лет наиболее обвалоопасный участок существует над домовладением под номером 8. Столько же лет ведет неутомимую борьбу за встроение страшной опасности для своей жизни и Владимир Годияк. Месяц назад началось интенсивное падение от мозги. По приезду специалистов, которые приехали сюда из департамента, они пришли к заключению, что стена начала ползти, сползать по скальному грунту. И двор завалило бетонными остатками от мозги, на которые опиралась стена. Держала это. Ничего не предпринимается. Одни только разговоры идут, как всегда, как обычно. Стандартные разговоры. Обещание. Уговор имени не находиться во дворе, не находиться в доме, поменьше находиться в кухне дома. А кухня у меня – это единый монолит дома. Кроме мудрых советов, никаких мер по укреплению подпорной стены не принимается и поныне. Начал получать отписки с разных инстанций. С департамента, с ЧАЭС и все прочее. Было ЧАЭС, да, признало аварийность, повышенной степени аварийность. Но чрезвычайной ситуации еще нет. Стена еще не упала. Поэтому они ничего не могут сделать. В последней инстанции буквально час назад я отвез заявление, обращение в законодательное собрание. Это может быть как-то продвинуть ситуацию. Прохладное или халатное отношение к заявлениям Владимира Васильевича пока может и позволительная чиновникия роскошь. Но это пока. А случись масштабный обвал, ее могут истолковать в рамках уголовного права уже как преступную халатность. Хотя будем надеяться на лучшее. Чтобы идея была так заунылно печально, глядитесь вокруг. Весна пришла. А у меня на сегодня вся для вас информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя и своих близких. Честь имею. Что значит законы без нравов? Что значит нравы без веры? Гораций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова